Всем большой-большой привет! Меня зовут Таня, вы находитесь на канале Атмосфера Счастья. Очень рада всех вас видеть у себя в гостях и приветствовать. Сегодня суббота. Соня, старшая наша дочка, находится сейчас у бабушки. Младшая пошла гулять с папой, ну то есть папа пошел гулять с Сашенькой. Она спит сейчас на улице. Я думаю, вот у меня есть час-полтора часа времени, накрашу ногти. Я, значит, сходила, приняла душ, ногти, думаю, пойду накражу. Потом думаю, какие ногти. Вот у меня есть примерно остался час, наверное, времени, может плюс-минус 10 минут. Я могу воспользоваться бытовой химией и проветрить квартиру. Обычно, когда я убираюсь, я использую соду, лимонную кислоту и какие-то суперлегкие эко-средства для того, чтобы очистить поверхности. А сейчас я понимаю, что я по полной программе могу использовать это время для того, чтобы воспользоваться всей своей бытовой химией. И сделать, вот знаете, хочется такую скрипучую чистоту, чтобы пахло хлоркой, чтобы пахло вот реально чистотой, чтобы все блестело. В общем, так что я сегодня настроена прям трудиться-трудиться, причем быстро-быстро и даже не смогла дождаться, пока у меня волосы высохнут. Прям влажные волосы уберу, не жалко. Так что сегодня будет настоящая генеральная уборка. Я вам покажу, чем я убираю ванну и туалет, но это бывает крайне редко, это будет бытовая химия. Когда дети дома, я просто не пользуюсь бытовой химией, агрессивной. Что еще? Покажу тряпочки свои всякие любимые, покажу полочки в ванной. Я думаю, что даже если вы сегодня не планировали убираться, вам захочется, потому что вы увидите, в каком состоянии у меня сейчас туалет и ванна. Кстати говоря, я вам покажу, вот у меня туалет, я вообще ничего, практически ничего не трогала, вот все, что как лежало, даже банки попадали, все я там так и оставила. Здесь у меня ванная комната, ну ванну вы много раз у меня видели, туалет, наверное, первый раз увидите. Ну в туалете, в принципе, да ничего особенного, мы там проводим очень мало времени, поэтому какого-то супер уюта там мне, в принципе, не нужно. И давайте, наверное, я начну с того и покажу, как у меня все выглядит до, а потом покажу уже после уборки. Пойдемте в ванну, она у нас вот тут. Опять-таки, да, ничего не убирала, вся пыль, вся грязь, вот все как было, все буду сейчас показывать. Сегодня я только вот душ принимала, поэтому у меня шампунь стоит, которым я пользовалась, гель для душа. И да, у нас здесь стикеры лежат у детишек из магазина Фикс Прайс, я их вам показывала. В общем, все то, что осталось после вчерашнего. Дальше здесь, скорее всего, я даже буду плиту сегодня протирать, потому что очень много каких-то капель, много каких-то непонятных разводов. Ну как непонятных? Водичка капнет, уже след остается. Уж молчу про какие-то мыльные разводы, если вдруг попадают. Ой, ну что касается столешницы, вот она я. Кстати говоря, я поприличнее оделась. Здесь все завешено, здесь все заставлено. Кстати, обратите внимание, помните, у меня здесь полочка белая стояла, я эту полку белую убрала, потому что мне надоело, мне захотелось, чтобы здесь просто было пусто. Почему не пусто? У меня Саша вчера здесь играла и уронила всю бытовую химию. Видите, у меня здесь полочки такие стоят, пластиковые. И Саша у меня и вчера уронила, я вот быстро-быстро убрала, чтобы она ни до чего не добралась. Ну, в принципе, сам рум-тур я вам показывала в ванной комнате. Нужно будет, кстати говоря, у этой корзины снять чехол, постирать, нужно будет постирать еще ковер, опять-таки бросить на стирку. И знаете, я вам, конечно, сейчас вот все буду показывать. Видите, у меня сколько пыли. Причем я протирала, ну не вчера, но позавчера так точно я протирала. Мыльница вся замыленная, страшная. Тоже вот на пару дней ты запустишь, и уже в таком страшном состоянии зеркало с какими-то каплями, с какими-то разводами. Сейчас все-все-все я здесь буду убирать. Так что давайте, девчонки, вместе со мной вооружайтесь тряпками, бедрами. Что касается туалета, здесь плитку, скорее всего, особо и мыть не буду. Так пыли протиру, но унитаз, конечно, нужно будет нормально почистить. Здесь у меня вот вся бытовая химия, это новое, то, что пришло у меня от Фаберлик. Ой, телефон у Сони, у Саши телефон лежит. Здесь накладка на унитаз у Сонечки. И видите, здесь бытовая химия вся в разброс. Перчатки, тут тоже нужно аккуратненько все расставить за унитазом. Хорошо, да, ничего не видно, никакого бардака. Ну что, начинаем уборку. Чтобы уборка прошла успешно, конечно же, нужно освободить помещение. Я убрала всю бытовую химию, коврики, чтобы ничего не мешало максимально быстро все убрать и почистить, и помыть. Всю бытовую химию я вам попутно буду показывать. В основном это у меня Фаберлик, либо какие-то экологичные средства. Но не потому, что я вот исключительно Фаберлик люблю. Просто я делаю постоянно заказы, и у меня много этой бытовой химии. И в том числе салфетки, кстати говоря, для очистки стекол, какие-то из микрофибры салфетки. Мои любимые они тоже от Фаберлик. Изначально, как вы помните, я вам озвучивала, что кафель мыть я не собираюсь, но меня понесло так понесло. Когда я начала убираться, я увидела, что вода мутная становится, поэтому несколько раз воду меняла. Сначала я мыльным раствором все промыла, а потом уже чистыми тряпочками. Ну и под конец вы увидите, я желтой тряпочкой из микрофибры стала просто полировать, и туалет у меня заблестел. Субтитры сделал DimaTorzok Все поверхности высохли, и я обратно все затаскиваю, всю бытовую химию, все свои запасы. И вот этот Damasтос мне когда-то в подарок давали, что-то я думаю, я не пользуюсь, уже полгода лежит. Надо прикрепить эволи для видео. Но муж заценил, сказал, что вроде как классный, и аромат такой приятный. Не в туалет, когда заходишь. Но все, посмотрите на результат, все блестит, прям я довольна, очень. В ванной, конечно, дел побольше. Убрала все полосенцы, а они были только после стирки, поэтому я их стирать не стала. Бытовую химию, опять-таки, все уберу со столешницы, с полок, чтобы прибираться было легче. Вот эти стеклянные полки, они такие непрактичные, всегда пыль на них видно. Ну, как минимум, один раз в день нужно их протирать, так точно. Кафель мою очень слабым мыльным раствором, но и кафель полочки. Смотрите, новую тряпочку открыла, вот эту от Фаберлик, голубенькую. Это моя самая любимая тряпка для уборки. Она очень круто полирует, но я думаю, что вы сами увидите сейчас результат. Ворсинах не оставляет, в общем, такая уже легендарная у Фаберлик тряпочка. Мыльницу стараюсь... Ну, не то, что стараюсь, приходится часто мыть, потому что она без сливных отверстий. Ну, вот не люблю я с какими-то отверстиями мыльницу, поэтому приходится соглашаться с такими минусами, недостатками. Все протираю и ставлю обратно полочку. С подставками и стеклянными под зубные щетки, под зубные пасты, точно такая же история. Но приходится довольно часто мыть, потому что там нет отверстий, водичка стекает бывает порой. Субтитры создавал DimaTorzok На кафель над ванной я решила использовать средство от Zero, это средство, эко-средство, эко-спрей для чистки стекол и зеркал. Оно на основе белого уксуса, очень хорошо очищает, мне понравилось. Вот и кафель блестит. А это мое ноу-хау, очень нравится, понравилось мне мыть кафель, мыть стены, особенно в труднодоступных местах, вот такой вот, ну, швабры в кавычках. На самом деле это средство для мытья окон. С одной стороны водосгон у него, вот я как раз таки сгоняю сейчас воду, а с другой стороны губка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что, я наконец-то это сделала! Вы знаете, я планировала за час справиться и с туалетами, и с ванной, причем и со стенами, и со техникой, со всеми поверхностями. Я, конечно, наивная, потому что мне потребовалось на это три часа. Но с учетом того, что я переставляла камеру. И вы знаете, несмотря на то, что я недавно убиралась, я осенью уже делала генуборку. Ванной в туалете правда не делала, но в ванной я убиралась. И я поняла, что нужно чаще, чем раз в месяц, оказывается, делать уборку. Напишите, как часто вы делаете вот такую генеральную уборку в ванной комнате, потому что грязи было много. Ну, вы сами видели. Но зато сейчас просто вот, знаете, все блестит. Все блестит. Настолько я рада. И еще хочу свой отзыв оставить про эту вешалку. Меня девочки спрашивали, вещь полезная или не полезная. Может быть полезная для тех, у кого квартира небольшая и нет возможности сушилку для белья поставить полноценно. Не в той комнате, где вы спите, а где-то, ну, допустим, мы в гостиной, да, ставим сушилку для белья и никому она не мешает. Потому что все равно испарения есть какие-то. Может быть, для таких семей квартир это будет удобно. Мы за всю нашу жизнь ни разу не пользовались. И здесь мы сушим, знаете, что? Мочалки. Вот так вот. Губки, мочалки туда складываем. Поэтому не могу какой-то положительный отзыв дать. Боже мой, я прям наслаждаюсь. Смотрю и наслаждаюсь. И ванна белоснежная, и пол чистый. Я совсем забыла, стиркуш надо загрузить. Так. Оба коврика мы отправим на стирку. Я раскраснелась, запыхалась. Саша у меня уже давно пришла с прогулки. Они сели, закрылись в гостиной, потому что здесь запахи. Сейчас все проветрю и пойду всех кормить. Скоро уж Соня приедет. Вечер. А я вот только-только закончила уборку. Напишите обязательно, кого я смотивировала, кто пошел сейчас делать уборку. Напишите, сколько раз в месяц вы генералите в ванной, в туалете. Вот как-то реже у меня в туалете получается, чаще в ванной. Спасибо вам большое за ваше внимание. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Если так, то поддерживайте меня лайком обязательно. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Пока-пока. До новых встреч в моих новых видео.